Во Владивостоке прошел дальневосточный хакатон. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон – искусственный интеллект». В этом году в молодежной столице России собралось 115 команд, участники которых поборолись за звание лучших айтишников. Вдумайтесь, 882 регистрации, 114 человек фактического присутствия офлайн здесь, на этой площадке. Я посмотрел, думаю, все ли регионы Дальнего Востока присутствуют. Нет, не все, но у нас есть несколько крупных, больших команд, которые приехали к нам. Ну понятно, что Приморский край, ввиду того, что он является хозяином площадки, представил действительно большую команду. Это 110 человек приехало к нам изо всех уголков Приморского края. Сегодня следующий регион – это хабаровчане. Слава Богу, что мы в такой дружеской атмосфере проводим этот хакатон, несмотря на то, что это соревнование. Тоже более 100 человек. Ребята, искренне бы хотелось, чтобы на будущее хакатон вас бы стало только больше. Главной темой хакатона стал искусственный интеллект. Соревнования были направлены на создание проектов, которые будут полезны предпринимателям и государственным служащим. Я очень рад вас всех приветствовать у нас на площадке Дальневосточного федерального университета. Для Министерства экономического развития Приморского края, безусловно, сфера IT – это в первую очередь бизнес. А бизнес в Приморье – это край бизнеса. У нас по Дальнему Востоку Приморье является лидером по развитию малого и среднего предпринимательства. Я уже не устану на всех площадках одно и то же говорю. 28% всех предпринимателей, зарегистрированные на территории Дальнего Востока, зарегистрированы в Приморском крае, где работает 342 тысячи человек. На протяжении 45 часов участники решали кейсы и создавали проекты, а спустя два дня были выявлены победители и призеры Хакатона. Я уверен, что победительнейший, кто в себя за прошедшие периоды вкачивал больше информации, качал себя всеми возможными способами и сейчас заслуженно получит эту победу, ребята, поверьте, отсюда никто не уйдет без такого фактического приза или победы. Победителями стали 15 команд в пяти категориях. Каждая команда-призер получила денежный приз в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Давайте на операторе посмотрим, он у нас в первую очередь. Начнем с три! Владивосток прийти! Раз, два, три! Владивосток! Ответим организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает объединение «Россия – страна возможностей». Олег Завьялов, Степан Скляров, Новости на Восьмом.